Йоу! Саламу алейкум, банды! С вами всегда Шторм, и я продолжаю играть на проекте Аризон РП Шоу Лоу. Это уже седьмая серия нашего пути к одному миллиарду к концу лета. Поэтому, братва, запасайтесь печенюшками, заваривайте чаёвку, ролик обещает быть интересным. Также давайте сейчас сыграем в свою игру. Если вы успеете за 5 секунд поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, то на ваш день рождения вам подарят то, чего больше всего вы хотите. Ну всё, ребятки, я не буду затягивать, а мы полетели. Раз добавьте Хаги-Ваги. У нас пропал синий Хаги-Ваги, ребят! Нееет! Ах, 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 ах! Ах, да, пацаны, Алексей Рой подарил вам сегодня на розыгрыш скин Вин Дизеля плюс 9, поэтому, если вы хотите его забрать, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Ну что, погнали. Итак, первым делом зайдя в игру, я взял бандитские квесты и погнал их выполнять. Первым делом я пособирал счастливую травочку и отправился на военочку, где, в принципе, её грабанул. После чего отправился в банк, где получил ларцы организации, плюс 5 штук. И, в принципе, ништяк. Выкинул мусор, который у меня был, и приехал на центральный рынок, где поймал плюс 1 лакшери ларец. Неплохо. После чего я, наконец-то, качнул 19 уровень, устроился на работу пилотом и решил здесь подзаработать. И посмотреть, сколько реально можно поднять бабла. Устроился, прошёл, в принципе, вот такую вот проверочку, что я здоров и, в принципе, погнал на свой первый рейсик. За первый рейсик мне заплатили 50 тысяч. Ну, я думаю, это неплохо. Мне нужно будет ещё вступить в какую-то семью, где прокачана эта работа, чтобы зарабатывать намного больше бабла. После чего я решил попробовать грабануть дом. Потому что я много раз видел эту тему, но ещё, в принципе, не грабил на этом аккаунте. И хочу посмотреть, возможно, эту работу бафнули и можно неплохо так подзаработать. Я приехал, в принципе, и грабанул свой первый домик. Всё делал тихо, вытащил 10 предметов и поехал их издал. И получил плюс 49 тысяч и плюс 9 респектов банды. В принципе, неплохо. Также я знаю, что на этой работе может выпасть рандомно ларец, но в этот раз мне и повезло. Я поехал, арендовал лодочку и решил поработать на нефтевышечке. Закупал нефть по дешёвке, а продавал её уже подороже. И, в принципе, вот так вот я немного подзаработал. После чего опять прибыл на лакшери ларцы и снова поймал плюс 1 лакшери ларец. Неплохо. Далее я решил сгонять на секонд-хенд и пособирать одежду. В этот раз на секонд-хенде было просто нереальное количество людей. И поэтому я здесь побыл где-то минут 15. Потому что реально конкуренция была очень большая. И я даже не знаю, почему так-то. Я прибыл на ЦР и поймал лавочку и выставил всё, что у меня было на продажу. Но я стоял недолго, так как через час началось мероприятие PUBG. И я решил проверить свою удачу и попробовать, в принципе, опять выбить азекоэнсы. Ну, хотя бы занять третье место. Поэтому давайте сейчас проверим нашу удачу. Итак, парни, я уже лечу на самолётике. И давайте где-то вот здесь вот выпрыгнем. Итак, я выпрыгиваю и иду сейчас искать, в принципе, оружие. Итак, парни, я нашёл, в принципе, шлем, бронежилет, дробовик, патроны и рюкзак. Неплохо. Итак, там первый чел какой-то. Давайте сейчас попробуем его завалить. Итак, 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 парни, парни. Стреляю с него с дробаша. Он с пистолетом каким-то. Ну, надеюсь, что мы сейчас его снесём. Итак, он куда-то убегает. Сейчас попробуем его догнать. У меня закончились патроны. Я пытаюсь его на кулак тупо зафигачить. Он куда-то испарился. Не знаю, может он вышел. Поэтому, парни, давайте сейчас попробуем опять полутать и, возможно, мы найдём. Оп, я нашёл ещё один дробаш. В принципе, неплохо. Хорошо. Ещё нашёл АК-47. Тоже хорошо. И сейчас, в принципе, попробуем поискать людей. 31 человек пока что в живых. Окей, оп, тут какой-то щелик. У него пистолет. У меня дробаш. Сейчас попробуем его завалить. У него тоже дробаш, парни. Давайте сейчас надеемся, что мы его завалим. Итак, вроде бы я по нему попадаю. И надеюсь, что у меня сейчас всё получится. Да, парни, мне удалось его завалить. Офигенно, офигенно. Минус один чел. Я убил. Неплохо. Завязаем большую аптечку. И давайте посмотрим, что у него здесь есть. У него есть рюкзак второго уровня. Это хорошо. Дальше бинты. Тоже неплохо. Патрончики для шотгана. И ещё пистолетик у него есть. Давайте тоже возьмём. Так, здесь какой-то челик появился прям ниоткуда. Офигеть, он мне сносит с дробаша. Нифига себе, он мощный. Он тупо через стенку меня застрелил. Нормально, парни, нормально. Но сегодня нам опять не повезло. И мы заняли 25 место. Но это уже хорошо. В прошлый раз мы заняли 30, сейчас 25. Вот так вот потихоньку и дойдём до первого. Далее я примчал на мероприятие собирателей. И начал здесь собирать подарочки. Был я тут всего лишь 5 минут. И собрал около 50 подарков. Что, в принципе, неплохо. После чего я прибежал опять на лакшери ларцы. И поймал ещё плюс один лакшери ларец. Неплохо. Далее я арендовал лавочку. И выставил всё, что у меня было на продажу. И пошёл отдыхать. Зайдя, я заметил, что у меня почти всё скупили. У меня уже есть 40 миллионов. Я думаю, это неплохо. И как бы, да. Я решил ещё поймать плюс один лакшери ларец. Что у меня, в принципе, получилось. После чего я приехал на вот такую вот темочку. А именно собирать счастливую травочку. Потому что я знаю, что мне написали в комментариях, что она стоит по 4 тысячи. И вчера, в прошлой серии я её продал по 2 тысячи. А вы написали, что её можно продать по 4. И поэтому я решил пособирать немного. И поработал здесь где-то минут 20. И, в принципе, я не собрал около 150 счастливой травки. После чего я отправился на работу пилота, где всю оставшуюся ночь работал там. Поэтому, парни, как-то так вот заканчивается уже седьмая серия нашего пути к 1 миллиарду за лето. Извиняюсь, что она такая была короткая. Просто, парни, сейчас стараюсь выпускать ролики как можно чаще. Поэтому с вами был, как всегда, Штором. Всем удачки. Как обычно, набирайте 300 лайков, выпуская следующую серию. Всем удачи. Всем пока.